В Казань пришли прохладные дни, поэтому ты правильно сделал, что включил наш канал, потому что только тут самые горячие новости. В эфире Универ Ньюс и я, Тим Камалеев. В Болгарской Исламской Академии начался учебный год. В деревне Универсиады состоялся грандиозный флешмоб и завершился международный семинар с участием зарубежных специалистов. С нового учебного года в КФУ введена новая штатная единица – проректора по медицинскому направлению. Данную должность занял Андрей Киясов, являющийся директором Института фундаментальной медицины и биологии. Планируется, что благодаря работе нового проректора медицинская деятельность университета будет расширена. Но не только биомедицинский кластер продолжает стремительно развиваться. Болгарская Исламская Академия, созданная при поддержке президента России и призванная стать научно-богословским и образовательным центром всероссийского значения, торжественно открылась в татарстанском Болгаре. Все подробности далее. 4 сентября прошло открытие Исламской Академии в Болгарах. В церемонии открытия приняли участие президент Татарстана Рустам Мениханов, государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шамиев, полномочный представитель президента Российской Федерации Михаил Бабич, руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Напомним, что Рустам Мениханов подписал указ о создании Болгарской Исламской Академии в ноябре 2015 года. Создание Академии поддержано президентом России. Задача Академии – подготовка высококвалифицированных имамов, которые должны стать продолжателями отечественных богословских традиций. Роль КФУ в создании Академии велика. ВУЗ совместно с Российским Исламским Институтом оказывал методическое сопровождение деятельности нового учебного заведения. Кроме того, КФУ и РИИ участвовали в отборе преподавателей для Академии. На открытии первые 36 учащихся в Болгарской Академии получили студенческие билеты. 26 из первых учащихся в УЗА – магистранты, 9 – докторанты. При поступлении студенты сдавали тест на знание арабского языка, включая написание эссе на арабском, а также на знание исламского права. В Академии будут читать лекции преподавателей из арабских вузов, поэтому знание арабского языка очень важно. Обучение бесплатное. В зависимости от успеваемости студенты будут получать стипендию от 3 до 10 тысяч рублей. Аурелия Сташкова, Универниус. Торжественное мероприятие для студентов первого курса КФУ, приуроченное ко Дню Знаний, состоялось 1 сентября на территории деревни Универсиады. О том, как это было, тебе расскажет Диана Шилова. Торжественное мероприятие для студентов первого курса КФУ, приуроченное ко Дню Знаний, состоялось 1 сентября на территории деревни Универсиады. О том, как это было, тебе расскажет Диана Шилова. КАЗАНСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО Университета устроили на территории деревни Универсиады флешмоб «Я первак». В этот день для первокурсников КФУ организовали концертную программу с участием лучших творческих коллективов университета и специально приглашенной молодежной кавер-группой «Дороти». После парадов флагов института в КФУ прозвучал гимн студентов. Особые слова я бы хотел обратить к нашим первокурсникам, ибо вы, пройдя достаточно непростой путь, сдачи всех экзаменов, единых государственных и иных, получив хорошее образование в своих школах, сегодня стали студентами одного из старейших вузов нашей страны, Казанского Федерального Университета. После официальных выступлений на сцену поднялись два первокурсника высокобальника Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского Федерального Университета. Ректоры и почетные гости вручили первокурсникам первые студенческие билеты, зачетные книжки и сувениры. Следующий год у нас объявлен годом Льва Николаевича Толстого, ибо ему будет и юбилей, и решением попечительского совета нашего университета, а председателем попечительского совета является президент Республики Татарстан Рустам Нургалевич Миниханов. Объявлен следующий год, я еще раз повторяю, годом Толстого. Можно сказать, что в этот день каждый первокурсник стал частью большой семьи Казанского Федерального. Пока трудно сказать какие-то впечатления об университете, потому что мы толком и не были в зданиях, не учились. Жду я новых знакомств, конечно же, возможностей и знаний. Я очень рад, что я поступил в Казанский Федеральный Университет, и я жду, что мои следующие годы пролетят незаметно и оставят большой след в моей жизни. Мне очень всем нравится, одногруппники очень хорошие люди, и надеюсь, что студенческая жизнь будет очень веселой. По информации приемной комиссии КФО, в этом году по состоянию на 1 сентября в Казанский Университет на первый курс зачислено более 11 тысяч человек. Продолжается зачисление иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Для всей России в начале сентября начинаются особые дни, а именно дни памяти и скорби по всем погибшим в Беслане. Последствия теракта стали самыми трагичными в истории подобных явлений в нашей стране. В память о погибших в Казанском Федеральном Университете состоялась тематическая лекция. Активную гражданскую позицию в деле борьбы с терроризмом проявили студенты-конфликтологи КФУ первых двух курсов. С самого начала дня встреча будущих специалистов затронула трагические события, которые произошли в нашей стране 13 лет назад. Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили и заминировали здание школы номер один в Беслане. И держали в плену заложников до 3 сентября. В течение двух с половиной дней террористы удерживали более тысячи заложников, преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях. В память о страшных событиях дата 3 сентября объявлена в Российской Федерации днем солидарности в борьбе с терроризмом. В связи с этим на базе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета состоялась лекция, посвященная деталям чрезвычайных ситуаций. Мы пытаемся обсудить с конфликтологами, с нашими ребятами, которые учатся правильно реагировать на конфликт, правильно его каким-то образом урегулировать. Пытаемся обсудить, каким образом формируется память и каковы цели формирования вот этой памяти о событии. Напомнив участникам встречи о трагических событиях, организаторы подчеркнули важность мирного, добрососедского, сосуществования разных народов и призвали собравшихся укрепить дружбу между представителями разных национальностей культуры конфессий. На мероприятии традиционно присутствуют первокурсники и второкурсники, потому что третий, четвертый курс уже маститые конфликтологи. Ежегодно на площадках «Альма-Матер» проходят памятные акции, встречи и мероприятия, что неоднократно доказывает, что Казанский университет помнил, помнит и будет помнить о страшной трагедии, отдавая дань памяти погибших в ней, как и в других террористических актах. В данном случае это мероприятие более, наверное, диалог с профессиональным сообществом, с людьми, которые готовятся стать профессиональным сообществом, которое способно в этом помочь и населению России, и в частности, мировому сообществу. Первые шаги к совместному сотрудничеству сделаны. 2 сентября в Казанском федеральном университете завершился международный семинар с участием специалистов из Китая и России. Как он прошел, узнаешь в сюжете Дениса Панкратова. Путь к научным открытиям через сотрудничество. 2 сентября в научной библиотеке КФУ завершился международный семинар КФУ СЗУ IR&D Dialogue. 21 сотрудник Института высшей математики и информационной технологии КФУ и 10 китайских специалистов из университета Шэньчжэня выступили с докладами о проводимых исследованиях. Численное моделирование, нейросетевые технологии, искусственный интеллект и квантовые технологии — это лишь часть проводимых учеными исследований. В частности, на семинаре учеными рассматривались технологии распознавания лиц и способа анализа больших массивов данных. Некоторые исследования уникальны и не публиковались в научных изданиях. В процессе слушаний ученые обменивались знаниями и задавали друг другу вопросы. В 2016 году между КФУ и университетом Шэньчжэня было достигнуто соглашение о сотрудничестве. В его рамках проводятся не только семинары, но и выполнение совместных исследований программы аспирантуры с получением ученой степени. Прошедший семинар должен помочь наладить и укрепить практические контакты между Казанским и Шэньчжэнским университетами. Денис Панкратов, Владислав Михнецкий, Универньюс. На этом время горячих новостей подошло к концу. Увидимся в новых выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok